Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. Сегодня говорим о событии 18 декабря. 18 декабря 1876 года на Казанской площади в Петербурге состоялась первая в России политическая демонстрация с участием рабочих и студентов. Митинг был вызван ростом статчичного движения в стране. Демонстрация была организована и проведена народниками-землевольцами и связанными с ними членами рабочих кружков. На площади собралось около 400 человек. Страстную революционную речь перед собравшимися произнес студент Горного института Георгий Плеханов, будущий теоретик и пропагандист марксизма, философ, видный деятель российского и международного социалистического движения. Молодой рабочий Яков Потапов развернул красный флаг. Полиция пыталась разогнать митингующих. Несмотря на яростное сопротивление, многие участники демонстрации были жестоко избиты, более 30 из них было арестовано и предано суду. Пятеро были осуждены на 10-15 лет каторжных работ, 10 приговорены к ссылке в Сибири и трое рабочих, в том числе Потапов, к заточению на 5 лет в монастырской тюрьме на Соловках. Через год после заточения в монастыре Потапов попытался бежать из-за строга. Взломав решетку в окне своей камеры, он спрыгнул с третьего этажа на монастырскую стену и в одном белье спустился за монастырскую ограду. Потапов думал найти защиту и помощь у богомольцев, но был схвачен и снова заключен во строг. Условия его содержания были очень суровые. Его не выпускали на прогулке и в монастырскую церковь. Измученный таким режимом, Потапов решил обратиться к Архимандриту. Во время службы он подошел к нему, когда тот выходил из церкви. Подойдя к нему под благословение, он просил его облегчить тяжелые условия своего заточения. В ответ на это Архимандрит приказал солдата увезти Потапова в его камеру. Тогда выведено из терпения Потапов ударил игумена по лицу. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.